Ну а теперь к новостям погоды. Обвал холода ожидает жителей Центральной России в последние дни весны. Синоптики обещают контрастную погоду, то есть летнюю жару сменит похолодание и поднимется сильный ветер. За происходящим в небе над русской равниной следит наш метеоролог Елена Волосюк. Елена, здравствуйте. В каких же регионах страны весна мёртвой хваткой держит лето и не пускает его на наши просторы? Здравствуйте. В центре страны, в том числе и в столичном регионе, среда окажется самым тёплым днём недели. Однако волна тепла окажется короткой и вслед за ней произойдёт так называемый обвал холода. Быстрая смена воздушных масс, как правило, сопровождается сильным ветром и сегодня в Петрозаводске он разгонялся до 14 метров в секунду. Порывами ветра повалено несколько деревьев в городе. Но и порция холодного воздуха накануне добралась и до юга Европейской России. На фоне температурных контрастов на Черноморском побережье начался шторм. Сильный ветер поднимал большие волны. В проливе между полуостровом Крым и Краснодарским краем временно приостанавливалось движение паромов. В последние дни по европейской части страны быстро прокатываются волны тепла и холода. И причиной тому большая активность североатлантических циклонов, которые с большими скоростями движутся с акватории Баренцева моря на Урал и далее на просторы Сибири. При таком развитии атмосферных процессов подчас отмечаются большие перепады атмосферного давления, температуры и усиливается ветер. Вот посмотрите, мы нанесли зоны, где сегодня скорости ветра превышают 15-20 метров в секунду. Одна из них располагается над югом Сибири, другая над Кольским полуостровом, а третья над побережьем Черного и Азовского морей. Вот в Новороссийске сегодня разыгралась Бара. Здесь ветер усиливался до 27 метров в секунду. Причем в это время года Бара явление редкое. К тому же данная Бара является антициклональной. И, как правило, скорости ветра в ней больше, чем циклональной. Ну, вот как выглядит сегодняшняя синоптическая карта. Один циклон принес долгожданное потепление в южные районы Сибири. Другой накрыл дождевыми облаками предуралье. А третий, пока совсем небольшой, портит погоду в северо-западных областях страны. Но уже завтра он принесет большие перемены всем жителям Европейской России. Этот вихрь, усиливаясь и расширяясь по площади, в среду достигнет Урала. Центральные области страны окажутся в его теплой части. Воздух здесь прогреется до 23-28 градусов. А вот давление будет стремительно падать. И за сутки снизится на 10-15 миллиметров. Во второй половине недели циклон умчится дальше и откроет дорогу арктическому воздуху. Холод будет очень быстро распространяться к югу. И вот как в пятницу будет выглядеть интерактивная карта температуры. Арктическая воздушная масса, обозначенная синим цветом, 1 июня доберется до северных склонов Кавказа. Так что понижение температуры коснется всех. Но самое сильное похолодание ждет жителей восточной половины Европейской России. В республиках Поволжья и на Средней Волге отрицательная аномалия температуры может составить 6-8 градусов. В Нижнем Новгороде завтра ожидается около 20 тепла. Но пройдут ливневые дожди и грозы в сопровождении резкого порывистого ветра. В четверг ветер начнет ослабевать, но похолодает до 10 градусов. В пятницу погода постепенно успокоится. При этом станет всего на пару градусов теплее. И лишь в воскресенье температурный режим наконец вернется в рамки нормы. В Москве сегодня заметно потеплело. По последним данным столица 22 градуса. Сухой и по-летнему теплый. Ожидается предстоящая ночь. А завтра столбики термометра в мегаполисе поднимутся до плюс 24. Ну, чем не июль? Правда, начнет усиливаться ветер. И вечером местами уже брызнут короткие дожди. А вот в четверг начнется похолодание. И с приходом календарного лета природа вернет москвичей в настоящий апрель. И ожидаются заморозки. Вот такова ситуация. То есть тем, у кого рассада, нужно огурцы на эти ночи закрывать. Большое спасибо о погоде рассказал наш метеоролог Елена Волосюк. Продолжение следует...